Десант чиновников на острове. Село Чечень с рабочим визитом посетил глава Дагестана Сергей Меликов. Попутали берега. Прокуратура ошибку исправила. Незаконно присвоенную часть Каспийского побережья вернут государству. Более 40 экспонатов, макетов, фотографий, документов и картин. В Махачкале открылась выставка. В Петровскую гавань заходят корабли. Тренер не докричался, капитана не услышали. Седьмой тур чемпионата Дагестана по футболу выдался богатым на эмоции и голы. Подробности в спортивном блоке новостей. Сергей Меликов прибыл на остров Чечень. Напомним, данная территория административно относится к Кировскому району Махачкалы. Общая площадь населенного пункта – 7 тысяч гектаров. Глава республики посетил ряд объектов, пообщался с местными жителями и принял участие в заседании регионального отделения Русского географического общества. Незаконно присвоенную часть берега Каспийского моря вернут государству. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, чьи сотрудники выяснили, что в Каякенском районе Дагестана были незаконно переданы в собственность граждан земельные участки с включением части береговой полосы Каспия площадью более 3600 квадратных метров. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать местные власти вернуть прибрежные земли, что собственно служители Фемиды и сделали, удовлетворив в полном объеме иск надзорного ведомства. И в продолжение темы надзорной деятельности. Прокуратура Дагестана предупреждает жителей и гостей Махачкалы о незаконном строительстве комплекса многоквартирных домов по улице Ирчи-Казака 37 и улице Насрудинова на территории турбазы Приморская. По данным адресам, застройщики продают квартиры по поддельным документам. В связи с этим возбуждены и расследуются уголовные дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий, говорится в официальном сообщении ведомства. К другим темам. В этом году 10 человек из сотрудников газеты «Ас-Салам» впервые совершили хадж по благотворительной линии Сулеймана Керимова. Счастливчики определялись путем жеребьевки среди тех, кто ни разу не был на святых землях. По прибытии на родину их встретили коллеги, друзья и родственники. Али Яндыков, менеджер из Дании, родом с Алтая. Начал работать еще в Махачкале и вот уже полгода он сотрудник «Ас-Салама» в Москве. Мекки и Медины, вам большое салам. Счастливчики благодатных земель. Также посетили Зиарат Проку Мухаммад, салам Ас-Салам. Сильные команды мы вернулись, заряженные. От души хочу поблагодарить муфтият в Руслуйке Дагестан, кто участвовал в этом в движении, помогали, поддерживали и спонсировали. Большое спасибо всем руководителям. Газета «Ас-Салам» «Добрая газета» влияла на мою жизнь. Она очень сильно изменилась. Я очень благодарен. Поэтому читайте, развивайтесь, будьте благодарны Всевышнему и будет все у вас хорошо. Паломники из числа сотрудников газеты отбираются не первый год. В этом году количество бесплатных путевок для них увеличилось. Праздник для детей с ограниченными возможностями организовали представители фонда «Инсан» и волонтеры в поселке Ленинкент. Около 20 детей с диагнозом ДЦП были приглашены на небольшое мероприятие вместе с родителями. Для них организовали игровые шоу и викторины. Имам поселка Муса Магомедов отметил необходимость таких акций. У каждого своя судьба, но от несчастья никто не застрахован. Важно, что мусульмане не оставляют друг друга в беде, отметил богослов. Ко дню работников морского и речного флота в Махачкале открылась выставка. В Петровскую гавань заходят корабли. Здесь более 40 экспонатов, макетов, фотографий, документов и картин, которые по замыслу организаторов в достаточной мере расскажут посетителям об истории возникновения и развития городского порта. Выставка продлится до 8 августа. Такое огромное живое пространство, где множество параллельных, смежных организаций, государственных, негосударственных, частных, различных форм и собственности пытаются сделать одно большое дело – обеспечить беспребойную работу морских брат Дагестана. И более чем 150-летняя история Махачкалецкого порта за собой влечет именно в дружескую атмосферу совместного дела. Знаете, когда читаешь, как в 1858 году было принято решение ставить пристань, к нему начали подходить корабли, и буквально за короткий период уже эти корабли не помещались на первой пристани. Им хотелось там парковаться друг к другу, и, соответственно, не хватало места, как они освобождали друг к другу места, для того, чтобы успеть перевалить все свои товары и разместиться на еще не действующие в Гаване, да, сухогрузные Гаване. А через какие-то там 12 лет, в 1870 году, уже разручал крышечный выстрел, свидетельствующий о запуске Махачкалинского морского порта. И в заключение о спорте. В чемпионате Дагестана по футболу сыграны матчи седьмого тура. В центральных играх зон Север и Юг встречались команды Динамо и училища Олимпийского резерва, а также и Сбербаш и Дербент. Оправдали ли футболисты ожидания болельщиков и тренеров, расскажут наши корреспонденты. Это была первая игра Динамо и училища Олимпийского резерва в сезоне. И хоть хозяевами были динамовцы, вряд ли футболисты из Каспийска чувствовали себя полноценными гостями. Показали они это и на деле. За первые 45 минут игры Уор забил три безответных мяча. После перерыва хозяева побежали отыгрываться, но получили еще два гола в свои ворота. Забить первый из двух мячей у динамовцев получилось лишь на 68-й минуте. Но между двумя удачными попытками белоголубых на 74-й минуте Залбек Аликберов записал свой гостевой гол. 2-6. Уор увозит заслуженные три очка. Серию гостевых побед седьмого тура продолжил Дирбент, приехавший играть против Избирбаша. Пока хозяева владели инициативой, гости забили. Минимальный разрыв в счете сохранился до перерыва. В старании Избирбаша сравнять счет были вознаграждены пенальти и удалением соперника за фолл последней надежды. Но во время исполнения удара что-то пошло не так. 11-метровый в этот вечер хозяева все же забили и этот гол оказался для них единственным. Еще Избирбашцы получили две красные карточки и заканчивали игру в девятером. Докричаться до своих партнеров в этом матче не смогли ни капитан команды, ни главный тренер. Есть молодежь, есть взрослые, так скажем, старые наши. Они будут играть, а эти все будут просто, я не знаю, или на банке, или не захотят, пусть вообще не приходят. На них я уже, можно сказать, крест поставил. То есть надеешься на них? Я надеялся на них, я рассчитывал на них. Очень я надеялся. Я знаю, я уже лет, наверное, 15 знаю, этих всех людей. А когда вот так подводят, это они меня подводят. Команду подводят. Адербен свою задачу выполнил. После домашнего поражения в прошлом туре коллективу дополнительная мотивация не нужна. Знали, что будет трудно, особенно когда приехали, жара. Ну, настраивались, на каждую матч на победу выходим. Тем более, хотелось реабилитироваться после прошлой игры, хотелось выиграть, доказать, что та игра была случайностью. Хотим как больше выигрывать, как больше подняться хотим, да, чтобы оправдать надежду, так сказать, города. Из других результатов тура выделяется матч в спортшколы Маркарова и Кизляра. На двоих соперники забили 15 голов. Итоговый счет 9-6 в пользу команды детско-юношеской школы. Курбан Рагимов, Магомед Баширов, телеканал ННТ. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова